На олимпийский урок в 172 школе боксер Алаян приехал практически сразу после возвращения из Казахстана, где на чемпионате мира он уже во второй раз стал сильнейшим на планете. Предваряя расспросы школьников, двукратный чемпион мира еще до занятий поведал о поединках и о том, почему приехал с пластырем на брови. Говорит, первый удар получил в самом первом бою. Два боя я как-то выдержал, постарался, чтобы туда не нанесли ни одного удара, но все-таки пару ударов пришлось в эту сечку. И третья сечка у меня получилась в финальном бою, которая более серьезная была, порвался век у меня. Я очень боялся, что судья, вернее доктор, снимет меня с боя. Но, к счастью, этого не произошло, что в принципе победили мы. Но главной темой урока в этот день все-таки были Олимпийские игры, их история и приближающаяся Олимпиада в Сочи, до которой осталось ровно 100 дней. Именитые новосибирские спортсмены рассказали ребятам на своем примере, как помогли им занятия спортом в обыденной жизни и почему к урокам физкультуры не стоит относиться с пренебрежением. Донести, что заниматься физической культурой нужно, для этого не просто как-то баловство, а потребность организма быть здоровым через упражнения какие-то, походы в бассейн или допустим на ту же беговую дорожку. Сами школьники говорят о предстоящей Олимпиаде и так почти все знаем. Куда важнее вживую пообщаться с чемпионами. Чемпионы, они делятся своим опытом с нами и в каких-то словах что-то для себя берешь. В общем, да, помогает. Сейчас я подготавливаюсь к соревнованиям, скоро будут у меня сборы по сборной России. Ну и в общем, есть цели, конечно же. А по какому виду спор? Греко-римская борьба. Олимпийские уроки организаторы хотят провести в большинстве новосибирских школ в течение оставшихся 100 дней до старта Олимпийских игр в нашей стране. Обещают сделать так, чтобы со школьниками пообщались как можно больше новосибирских чемпионов, представляющих самые разные виды спорта.